Мехраб Сюда приезжали из Баку и Дербента, Ширвана, Губы и Хачмаза. И отсюда Гаджи незаметно отправлял и сопровождал людей в Мекку. Потом увидели, что место, где располагается мечеть, является Кярван-сараем. Люди оставались здесь днями, неделями и даже месяцами. Потом здесь сделали пристройку и отразили там мехрач, указывающий на гибля. Точно установлено из любой точки земного шара направление в сторону священной Каабы в Мекке. Каждый раз в ходе ремонтных работ в архитектурные элементы мечети вносились дополнения. Имена людей, сделавших их, также указывались на вновь размещаемых надписях. Раньше это был колодец. Жители поселка приходили и ведром, и брали отсюда воду. А это раньше было местом для того, чтобы делать дестамас. Если вы всмотритесь, то увидите, что архитектура мечети соответствует зодчеству Рима. Памятник истории имеет также подземный тоннель шириной около двух метров. Здесь проходили широкие скрытые подземные дороги от Газгаласы до знаменитой горы в поселке Бакиханово. В те времена люди завещали, чтобы их сначала хранили в мечети. Вот откуда пошло такое понятие, как склеп. Усопшего хранили в этой могиле, а через определенное время делали перезахоронение на кладбище. Отметим, что мечеть незаметно считается памятником национального значения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова